К другим темам. Научная абстракция, гениальные эксперименты и выдающиеся открытия теперь на стенах Академгородка. Подробнее об уличных художниках и научном искусстве моя коллега Екатерина Киселева. 100 килограммов акриловой краски и две недели работы. Последние штрихи на граффити, посвященному палеогенетике. Художница Янина Болдырева, автор эскиза, подробно изучила тему происхождения человека. От имитации наскальных рисунков до реализма. Культура как доказательство связи древнего и современного человека. Однако эскиз претерпел изменения после консультации со специалистом. Пришла женщина-генетика. Она сказала, что я вижу, что у вас тут есть Y-хромосомы. А Y-хромосомы – это такая ключевая точка в палеогенетике, потому что по ним происходит генетический анализ. Есть еще один способ – это митохондриальная ДНК, это женская линия. Она говорит, что у вас нет символа митохондрии. И мы решили, что да, наверное, нехорошо обижать митохондриальную Еву, поэтому мы включили в нашу роспись еще и митохондрию. Всего распишут 9 площадок по эскизам художников со всей Сибири. Свой штрих может внести каждый. Работу найдут даже тем, кто совсем не умеет рисовать. Первую стену волонтеры закрасили всего за два дня. Серебристо-черные лисы на расстоянии вытянуты руки к человеку. Эта абстракция посвящена уникальному эксперименту сибирского генетика Дмитрия Беляева по одомашниванию диких лис. Темы для граффити выбирали путем опроса. Те, что волнуют большинство жителей Академгородка – биоинжиниринг, редактирование генома, появление новых ускорителей. Краска продержится на стенах примерно 10 лет. Ремонт фасада может понадобиться раньше. Однако уличные художники лишь оставляют след. На вечность в искусстве не претендуют. Считается в традиции современной стрит-арта, что росписи не реанимируются. То есть их пишут, и это временное украшение города. Когда они стареют, два варианта возможно. Либо приходит другой художник и красит свое. И это интереснее, потому что зачем поновлять вот это бесконечно то, что было, если можно сделать что-то новое, актуальное. Либо просто стены, естественно, стареют. Фестиваль научного граффити, по словам организаторов, первый в мире. Открыть это панно планируют в пятницу вместе с научной лекцией о палеогенетике. Екатерина Киселева, Александр Ведерников. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова